Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник и с вами Александр Артёменко. На этом канале мы учимся использовать Common Lisp. Это такой крутой язык программирования, если вы не знали. И сегодня я расскажу, как быстро создать библиотеку и веб-приложения на Common Lisp. Мы, как и многие профессионалы, будем использовать шаблоны. Я часто вижу, как какой-нибудь новичок приходит в чат или на Reddit и спрашивает, как мне создать свой первый проект, как сделать библиотеку. И вот сегодня вы получите на это ответ. Для начала небольшая и быстрая демка. Сейчас мы создадим библиотеку на Common Lisp с помощью шаблона. Я буду использовать специальный генератор библиотек, который называется Mystic. У меня для него есть пара заготовок. Вот эти заготовки. Выбираем сначала заготовку Library Template. Вот она. Теперь нужно вызвать команду Render. Вызываем Render. Говорим, в какую директорию сохранить проект. Чуть позже я расскажу, как это все работает. Сейчас пока выберем опции. Назову ее просто TestLip. Home Page не буду задавать. GitHub тоже. Лицензию возьму дефолтную, которая у меня прописана в конфиге. Описание. Ну, давайте введем описание. А, нет. Ну, давайте описание вводить не буду. Все, библиотека готова. Пойдем посмотрим, что получилось. Как видите, шаблон создал для моей библиотеки сразу несколько SD-систем. Тут есть сама библиотека, настроенный для нее CI-пайплайн, который будет запускать тесты, SDF-система для самих тестов и еще одна SDF-система, которая будет генерировать документацию. То есть, эта библиотека включает в себя сразу уже и тесты, и документацию, и CI-пайплайн для запуска тестов и сборки доки на GitHub. Попробуем ее загрузить. Кстати, обратите внимание, эта библиотека уже содержит конфигурационные файлы для использования CLOT или CLPM. Про CLOT и CLPM я рассказывал в предыдущих роликах, ссылки вы найдете в описании внизу. А сейчас пойдем дальше. Запустим через CLOT EMAX. Тут у меня слай. Загрузим нашу библиотечку. Вот она загрузилась. Попробуем что-то с ней сделать. Вот создался объект, и можем попробовать вызвать на нем какую-нибудь функцию. Отлично. Теперь давайте посмотрим, как точно так же за несколько секунд сделать веб-приложение с использованием веб-фреймворка Reblocks. Сейчас я снова вернусь в тот EMAX, где у нас шаблоны. Снова сделаю лист. И теперь мы выберем первый темплейт, который называется Reblocks.app-темплейт. Выбрали его. Точно так же делаем рендер. Только на этот раз я укажу другую папку. Тест веб-апп. Снова отвечаем на вопросы, заполняя таким образом переменные, которые нужны шаблону. Пускай приложение называется WebApp, а все остальное оставим по дефолту. Все, приложение готово. Пойдем посмотрим, что там. Итак, в этом приложении опять так же несколько ESDF-систем. Первая основная и дополнительно CI, доки, тесты. Точно так же есть файлы для CLPM и CLOTA. Но внутри папки SRC гораздо больше файлов, потому что это приложение более сложное, чем просто библиотечка. Тут есть виджеты, страницы, настройки для сервера и тому подобное. Хорошо, давайте запустим это приложение и убедимся, что оно работает. Запускаю EMAX. Вот у нас есть слайд, попробуем загрузить приложение. Да, веб-фреймворку нужно зависимости гораздо больше и компилируются они долго. Но это только в первый раз. Потом все эти скомпилированные файлы уже будут в кэше. Что, попробуем запустить наше веб-приложение. Пишем webapp-server-start и укажем порт. Например, такой. Все, приложение запустилось. Посмотрим, как оно выглядит в браузере. Вот такое у нас приложение. Просто обычная веб-формочка небольшая, куда можно вбить свое имя и увидеть Hello. Такой простенький Hello World на Reblox. Теперь давайте покажу, как устроены шаблоны и почему я использую именно этот шаблонизатор. Кстати, внизу в описании я оставил ссылочки на разные шаблонизаторы проектов для Common Lisp. Сейчас же я расскажу про шаблонизатор Mystic, который использую и который мне очень понравился. Понравился он мне благодаря тому, что там есть наследование. И он очень хорошо интегрирован внутрь самого Common Lisp. Теперь давайте покажу, как устроены шаблоны Как же выглядят шаблоны, которые я сейчас продемонстрировал? Каждый шаблон описан классом на Common Lisp. Например, шаблон библиотеки. Это вот такой класс. В данном случае класс включает в себя несколько миксинов. Каждый миксин отвечает за определенную часть шаблона. И в этом прелесть Mystic, потому что в остальных шаблонизаторах, которые я видел, обычно шаблон это просто папка с набором файлов. И тут нет больше никакой дополнительной гибкости, кроме того, что в имена файлов и в их контент могут подставляться переменные. В случае Mystic гибкость шаблона обеспечивается тем, что шаблон использует close и можно использовать наследование. Мой шаблон наследует свои свойства отряда миксинов и дополнительно добавляет еще логику и вот эти опции, которые вы видите на экране. То есть в шаблоне Mystic описаны определенные переменные. У каждой есть название, описание, а также свойства, обязательная она или нет. Дальше эти переменные можно использовать внутри шаблона. Например, давайте посмотрим, как обрабатывается переменная GitHub. Я вернусь обратно к списку файлов. Если мы выйдем на уровень выше, то тут у меня в папке templates лежат сами файлы, которые используются для скелета библиотеки или приложения. Зайдем в library. Тут есть два файлика. Один описывает asdf-систему, а другой какой-то базовый функционал библиотеки. И вот переменная GitHub, которую я показывал до этого в классе, используется в описании системы. Mystic использует шаблонизатор мустаж, усы. Усачи это должно особенно порадовать. Мустаж — это очень простой шаблонный язык, который позволяет декларативно описывать подстановки. Также тут можно делать простую итерацию или условия. Например, в случае с GitHub у меня есть условная конструкция, которая добавляет вот такие строки в том случае, если переменная GitHub задана. Если она не задана, этих строчек не будет. То же самое для хомпейджа, лицензии и других необязательных полей шаблона. Обратите внимание, что в самой библиотеке описаны два файла. Но когда я показывал содержимое библиотеки, которое получилось в результате, файлов там было больше. Вот они все. Откуда же взялся, например, ql-файл? А он тут появился благодаря тому, что мой шаблон наследуется от другого кусочка, от ql-файл-миксин. А тот, в свою очередь, в папке templates содержит этот файл. И плюс дополнительно он делает определенную магию, добавляя сюда кусочки, которые я могу захотеть переопределить в своей библиотеке. Например, библиотека, в которой реализован веб-сервис, дополнительно в ql-файл добавляет скачивание библиотеки для работы с Прометеусом. Про Прометеус и мониторинг я, кстати, тоже рассказывал не так давно в другом ролике. Ссылочку на него смотрите вот здесь. А сейчас давайте покажу, как это делается. Если мы взглянем на ql-файл веб-сервиса, то увидим тут такую строчку. Reblox, Prometheus и так далее. Но в исходном шаблоне, вот здесь, ее нет. Откуда она здесь появляется? Ее добавляет шаблон веб-приложения. Он доопределяет метод миксина ql-файл-писес и говорит, что в ql-файл нужно добавить вот такую строчку. И эта строка появляется в результатах раскрытия шаблона. Это очень гибкий механизм, потому что он мне позволяет переиспользовать код между всеми моими шаблонами. Пока у меня таких шаблона два, для обычной библиотеки, для веб-приложения. Но вскоре я сделаю еще шаблон для приложения, которое запускается из командной строки. Возможно, будут какие-то приложения для GUI. И части из шаблонов можно переиспользовать. Этим и хорош мистик. Этим он мне нравится. Смотрите, как можно переиспользовать код между вашими шаблонами. У меня шаблон веб-приложения просто наследует шаблон библиотеки и переопределяет несколько методов для того, чтобы изменить набор классов, которые войдут в результирующую программу. Таким образом, мистик позволяет комбинировать разные шаблоны и избегать дублирования. Например, вы можете захотеть сделать свой шаблон библиотеки, взять из моей коллекции шаблонов шаблон, который добавляет в библиотеки документацию и, допустим, для тестов сделать свой кусочек шаблона, который использует не RAW, а какой-нибудь другой тестовый фреймворк. Набор шаблонов, который я показал, тоже оформлен в виде библиотеки и установить ее можно с моего репозитория UltraLisp. Ссылку на библиотеку и ее документацию я оставлю внизу в описании. Кстати, я очень надеюсь, что у вас есть друзья или коллеги, которые пока Common Lisp не используют. Пожалуйста, покажите им мои ролики, пускай они вдохновятся и, наконец, попробуют этот замечательный язык. Так нас станет больше, и мы сможем сделать больше крутых вещей. Ну, а на этом у меня все. С вами был Александр Артеменко и канал IT Муравейник. Всем лиспа в ваши сердца. Пока!